Последняя неделя поста перед Пасхой особенная. Это время, когда надо подготовиться к светлому Христову воскресенью. По традиции, за каждым днем этой недели закреплены определенные дела. Навести порядок, исповедаться, приготовить подарки, спечь куличи и покрасить яйца. Традиционно горожане спешат на центральный рынок за самым вкусным и свежим. Сейчас очень большое поступление куличей, молочная продукция, яйца. То есть все, что нужно для праздничного стола. Естественно, уже заканчивается пост. Большой популярностью снова пользуются мясные деликатесы. А чтобы поддержать настроение покупателям на время праздника, рынок превращается в настоящую пасхальную сказку. Повсюду пушистые кролики, цыплята, верба и разноцветные яйца – символы Пасхи. Мы стараемся принести такую детскую радость и для детей, и для взрослых, чтобы люди приходили к нам, смотрели, радовались. Тем более Пасха – это такой всеми любимый праздник. Сейчас весна, тепло, солнышко. Это стало здесь доброй традицией. Пространство украшают всем коллективом. На оформление уходит немало времени, но это того стоит. Рынок не раз побеждал в городских и областных конкурсах и является лучшим в Московской области. А жители округа с удовольствием спешат сюда за продуктами, чтобы подготовиться к светлому празднику. Скоро будем красить яички, печь куличики вместе с ребенком, с дочерью. Как отмечаете обычно этот праздник? Всем семейства, с праздничного стола. Начали смотреть, изучать всякий ютуб-материал, как покрасить яйца в этом году что-то по-разному. Вот нашли интересный способ проварить его в полусладком вине. Яйцо получается таким красноватым оттенком с блестками. Очень интересный вариант. Будем в субботу с детьми ковыряться и варить. Полина Бахова, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.